Аплодисментов в свою честь Наташа не слышала. Говорит, что ей будто приснился заветный жест. До года говорили абсолютно здорово. А после года, когда мы стали сами обращать на это внимание, что она не отзывается со спины, мы уже повезли делать компьютерную диаграмму и выяснили, что у нее потеря слуха. Девушка учится в специализированной школе для глухих и до 16 лет даже смотреть стеснялась в сторону высокой моды. Маму же смущалась, что дочь ростом метр девяносто очень хочет быть, как все, и сутулиться. Решили взять несколько уроков дефиле. Первые шаги по подиуму спина выровнялась и остановиться Наташа уже не смогла. Через год на конкурсе красоты для слабослышащих получила титул Мисс Мира. Я интуитивно предполагала, что мы возьмем титул, один из титулов, но что три, конечно, это была очень большая радость. Ольга учила Наташу основам стиля и макияжа, моделям с особенностями. На конкурсах никаких поблажек. В чужой стране все приходится делать самой. Но, говорит, атмосфера располагает. Организаторы конкурсов, куда съезжаются красавицы из 30 стран, сами глухонемые. А вот в Беларуси такая красота остается невостребованной. Выйти на подиум возможности практически нет. Девушка, которая будет сурдо рассказывать жестами, наверное, вызовет некоторое, ну, у нас недоумение, как минимум. Нет? Но Наташа не отчаивается. Профессионально позирует перед фотокамерами, участвует в мельнице моды. В следующем году заканчивает школу и хочет стать художником. Жалеет только, что пока картину своей жизни не приходится писать в одиночестве. Хотели познакомиться, трудились. Она не понимает. И уходит. Она хочет знакомиться с говорящей. Пытается им что-то объяснить, они меня не понимают и уходят. А королева красоты только по привычке загадочно улыбается. Она с детства привыкла не уступать трудностям. У нас у всех есть свои маски. Маска красоты. А в душе может быть какая-то и рана. Кто же знает? Анна Волковец, Леонид Чумаков. Наши новости ОНТ.